Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дамы и господа! Добро пожаловать на восток Москвы, добро пожаловать в Академию Спартака, где все готово к началу матча 4-го тура МЛБ 1-й лиги, в котором московская родина принимает соперников из набережных Челнов, футбольный клуб КАМАЗ. Один из лидеров этого сезона и команда, которая достаточно спокойно начала этот турнир, начала очередной для себя поход за, наверное, высокими местами, сегодня принимает команду, которая на старте своих болельщиков результатами не радует. Задумчив Владимир Газаев, с ним и Эльдаром Ахмедзяновым есть одна очень интересная история. Ну а мы начинаем, дамы и господа, футболисты родины вводят мяч в центро поля. Они сегодня в небесных футболках, футболках, точнее, небесного цвета и белых шордах, и в темно-синих одеяниях футболисты футбольного клуба КАМАЗ из набережных Челнов. Уж простите мне эту тавтологию, в футболистах футболках нужно двигать атаку, нужно отрабатывать обороны, нужно работать таким классическим натуралем. Он это умеет делать очень-очень здорово. А тут Абдулаев за мяч зацепился, но положение вне игры у Сурхайхана. Казалось, что мяч уже уходит, но вот обратите внимание, до конца 14 номер в этом моменте доработал. Удар и хороший удар. Калякин на месте. Смотрите, за первые 15 минут, да, аутсайдер-то чего придумывает. За право пробить Гордюшенко. Очень здорово и очень близко к воротам Артура Анисимова. Это всегда интересно. Гордюшенко уже страшной. Сокол мяч подхватывает. Ох, прострел! Там не хватило то ли Редно, то ли Гордюшенко, то ли хоть кого-нибудь в футболках небесного цвета. Перехват, Фищенко. Ахбашев. Здорово за Щепкин бить. Нет, дальше Абраму передачу, но тут уже пора бить. Выше мяч идет. Еще одна хорошая. Хорошая такая породистая, размашистая атака. Внимает там Горелов руку, говорит, готов на пас. Откликнуться. Абдулаев, пенальти зарабатывает Сурхайхан Абдулаев. Самый яркий игрок этого тайма, 100%. Вы смотрите, Абдулаев пошел в дриблинг, рискнул. И нашел там ногу соперника. Нашел там ногу соперника Сурхайхан Абдулаев. Удар. Корякин. Добивание за Щепкина. И не туда мяч летит. Корякин, герой. Корякин забирает лавры героя первого тайма себе. Вижу, мне очень здорово сыграло. Башев. Ой, тоненькая какая передача. Успеть за Щепкин. И здесь, здесь, я так понимаю, фолл в атаке. Да, или положение вне игры там даже. И удар здесь. Чуть ли не первый удар за 22 минуты. Почти 23, что мы с вами во втором тайме посмотрели. Может быть, какое-то подобие игры на встречных курсах у нас будет сейчас. Гребешенко подачу делает. На месте. Ой-ой-ой. Это могло закончиться привозом. Причем дичайшим привозом. Здорово защитили. Чуть назад. Опеков. Бить отсюда Опеков. Корякин. Вот и самый яркий момент тайма, пожалуй. Снова Корякин в игре. Снова в игре Александр Корякин. Опеков. Удар. Опеков. Ударище какое. Снова Корякин. Но вот если сегодня задавать вопрос, а что еще нужно КамАЗу, чтобы забить и чтобы набрать очки, то ответ будет такой. Нужно, чтобы не было в воротах Александра Корякина. Вот Козлов. Как катают опять и не здорово. Давид Караев. И все-таки они забивают. И все-таки они забивают. Они заслужили этот гол. 1-0 Давид Караев. Тот, кто, наверное, и должен был забить. 358 минут не пропускал в этом сезоне Александр Корякин. И вот случился гол. Гребешенко. Сейчас они, конечно, проснутся. Юшин. Пытается в ближний попасть. Александр Юшин на угловой зарабатывает. Пару сантиметров не хватило, чтобы до мяча дотянуться. Козлов. Еще один из доли удара. Александр Корякин на угловой мяч переводит. И вот знаете, то, что сейчас 30 секунд происходит, очень характерно для этого матча. И финальный свисток. 1-0. Первая победа КамАЗа в этом сезоне. Первые очки. И сразу три очка набирает команда Ильдара Ахмедзянова в Москве. Большое спасибо вам, друзья, что вы были с нами. Большое спасибо коллегам за работу. Впереди вас еще ждут после матча в интервью. Меня зовут Шамиль Гаджиев. Обязательно услышимся на матчах Мэлбет первой лиги. Пока.